Всем привет на канале Александр М. Брест. Сегодня первый выпуск из новой рубрики под названием подетально, но пожалуй об этом в конце ролика. Темой данного выпуска являются выстрелы или предохранители в щетках. Первым делом, думаю, определимся с функциями. Предохранители нужны для того, чтобы вовремя остановить инструмент для замены изношенных щеток. Если кому-то вдруг кажется, что эта функция особо не нужна, то ознакомьтесь, пожалуйста, с минутками вандализма, ссылки на которые в описании под видео. Ну а если вкратце, то несвоевременная замена щеток может привести к довольно серьезным последствиям, таким как повреждение коллектора и сгорание якоря. Теперь на примере нескольких располовиненных щеток покажу устройство и расскажу принцип работы предохранителей. Для начала взглянем на несколько примеров. Обратите внимание, щетки разные, а предохранители везде одинаковые. Отличаются лишь размером. Для удобства выберем из этой кучки самую красивую щетку и на ее примере я расскажу устройство и принцип работы предохранителя. Начнем, пожалуй, с устройства. Щетка, как правило, состоит из провода и проводника. В данном случае обычный графит. Сам предохранитель состоит из пружинки и диэлектрика цилиндрической формы. Располагается предохранитель, как правило, чуть-чуть ниже уровня провода, либо непосредственно под самим проводом. Срабатывает предохранитель при износе щетки примерно в 60-70%. Можете посмотреть по образцам. Вот у нас со сработавшими предохранителями и, соответственно, точно такие же новые. Однако, попадались мне и не очень качественные щетки, в которых предохранитель стоял чуть-чуть ниже, чем надо. И срабатывал при износе щетки в 40%. Ну, то есть, такое себе. Но, я думаю, по устройству мы разобрались и по расположению предохранителя. Теперь давайте рассмотрим принцип работы. Весь механизм работает за счет пружинки. Пружина внутри щетки стоит в сжатом состоянии и постоянно давит на диэлектрик в сторону коллектора. Естественно, ее силы не хватает для того, чтобы продавить такой слой графита. Но, по мере износа, вот этот слой графита все уменьшается и уменьшается. И когда он становится совсем мизерным, пружина продавливает через этот слой графита наш диэлектрик и тем самым размыкает контакт. Теперь покажу то же самое, только нагляднее. Обратите внимание на щетку. Она плотно прилегает к коллектору. В таком случае, контакт есть, инструмент работает. Как только наша пружина продавливает слой графита, происходит вот это. То бишь, щетка, проводник, поднимается над коллектором, а прикасается к коллектору только диэлектрик. Короче говоря, контакт разрывается, инструмент отключается. Примерно так работает предохранитель. Надеюсь, по принципу его работы вопросов больше не возникнет. Сразу хочу дать дополнительную информацию. При срабатывании предохранителя на коллекторе вашего инструмента остается небольшое повреждение. Сейчас покажу поближе. Под рукой как раз оказалась 850, в которой сработали предохранители. Давайте эту болгарочку раскурочим и посмотрим на последствия срабатывания. Взгляните на коллектор этой болгарки. На нем видна микробороздочка, которую оставляет после срабатывания предохранитель. Эта бороздочка не приведет к сгоранию вашего якоря, она не деформирует колоссально ваш коллектор. Но тем не менее, если вы знаете, что вот с минуты на минуту у вас сработает предохранитель, ну вы взглянули на щетку и видите, что она прям короткая, то лучше заменить ее до срабатывания. Вот примерно так. Теперь о том, где могут применяться щетки с предохранителями. По сути, их ставят практически в любые фирменные инструменты. Будь то болгарка, малая, большая, средняя, там молоток, отбойный перфоратор и так далее. То есть ограничена лишь фантазия производителя. Да и если вдруг у вас, в вашем инструменте, щетка с предохранителем не стоит, вам никто не мешает подобрать по плотности графита и по размеру идентичную. И вставить. Вот, к примеру, 9558 есть болгарка Макита. В ней стоят 325-е щетки без предохранителей. Но опять же, никто не мешает взять 318-е и поставить туда. Ну вот так, чисто в качестве примера. Ну а теперь, я, возможно, вас немножко напугаю. Думаю, все в курсе, что на якоре есть такая деталюха, как коллектор. Как раз та штука, по которой бегает щетка. Так вот, если коллектор сильно изношен, на мой взгляд, щетка с предохранителем может только навредить. Почему? Это коллектор, это щетка-держатель. Между этими двумя деталями имеется зазор. Пока наш коллектор новый, зазор небольшой. Что практически полностью исключает вероятность перекоса щетки во время работы. То бишь, когда щетка не прямо вот так стоит, а вот так вот ложится. По мере же износа коллектора, расстояние между щеткодержателем и коллектором увеличивается. И само собой увеличивается и вероятность перекоса щетки. И вот теперь представьтесь такую ситуацию. Вот наша щетка, вот наш якобы изношенный коллектор. Угол немножко неправильный, вот к примеру такой. Срабатывает предохранитель. И сам диэлектрик коллектором просто-напросто вырывает из щетки. В таком случае, пружина, которая толкала наш диэлектрик, убьет до конца ваш коллектор. Такое происходит крайне редко. Однако, происходит. И когда ко мне приходит человек с изрядно изношенным коллектором, то я ему, как правило, рекомендую покупать щетки без предохранителей. Примерно так. Ну вот, в принципе, и все, что я хотел сказать о выстрелах. Надеюсь, видосик был информативный, и я не забыл ничего сказать. Вы, в свою очередь, в комментариях пишите, нравится ли вам, в принципе, сама идея вот этих предохранителей. И используете ли вы в своем инструменте щетки с выстрелами. Вот. Кстати говоря, предохранители бывают и других видов. Но о них мы поговорим в других роликах. А теперь я расскажу вам о новой рубрике. Повторюсь, называться она будет подетально. В ней вы увидите ролики, в которых я буду рассказывать принцип работы и устройства некоторых интересных деталюшек. Ну, таких как пресс-стат, обратный клапан, аварийный клапан, предохранители в щетках и тому подобного. Если вам нравится идея такого формата, то обязательно пишите в комментариях, чтобы я снимал. Опять же, в комментариях можете предлагать темы для следующих видео. Ну, а я надеюсь, что видео было полезным. Поэтому подписываемся на мой канал, делимся этим видео. Ну и хватит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок